Ближе к вечеру, когда спадает жара, жители нашего города выходят на улицы в поисках досуга. В Центральном парке об этом знают и готовы удивлять и развлекать посетителей. На этот раз все желающие могли принять участие в популярной игре «Угадай мелодию». Победителя ждет отличнейший приз, считай, это сертификат абсолютно на все в нашем парке, на посещение всех аттракционов, зоопарков, тир. Как только зазвучала музыка, зрители стали подтягиваться к месту проведения программы целыми семьями. Азарта хватил не только участников, но и болельщиков. Больше всего зрителям запомнилась Анна Сазонова. В течение всей игры она держала лидирующую позицию. Нашему городу нужны такие мероприятия, где мы все вместе сплочаемся, занимаемся, допустим, просмотром, фильмом, играем в какие-то игры. Это очень здорово и нужно почаще устраивать такие мероприятия. Был замечен неподдельный интерес к происходящему. Мероприятие подобного формата прошло впервые, но сразу полюбилось горожанам. Раньше игровые программы в парке устраивались только для детей. Теперь стало ясно, что и взрослому населению тоже нужен праздник. Такой формат будет для людей, чтобы подогреть их интерес перед просмотром фильма. Потому что 8 часов аттракционы закрываются уже, а людям хочется еще какого-то движухи, каких-то призов, подарочков. Вот мы решили проводить такие игры. Это не так сложно и людям весело. Они знают, в чем суть. Я думаю, с удовольствием участвовать сегодня. Люди ушли с хорошим настроением отсюда. Пока на игровом поле разворачивались серьезные баталии, представители Мособолкино установили и настроили аппаратуру для просмотра фильма. На суд зрителям представили картину «Гоголь. Начало». Горожане особо отметили актуальность репертуара. Картина только в прошлом году вышла в прокат. Очень хорошо, что людей так вместе собирают. И так можно проводить время вечером. Не только в Москве такое есть, а и у нас в городе. Это здорово. Это действительно интересно. Я думаю, что это очень позитивно. То есть это необычно. То есть не сидеть в каком-то тухлом кинотеатре, а наоборот на природе. Это очень хорошо. Мособолкино уже более 10 лет радует жителей Подмосковья подобными вечерами. И география показов постоянно растет. В «Видном» посмотреть кино под открытым небом можно будет каждые 2-3 недели. А интерактивные игровые программы для взрослых в Центральном парке планируется проводить по выходным, начиная с пятницы. Алексей Мельников, Сергей Ларин, Ольга Садовская. «Видное ТВ».